Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня готовлю нежнейшие сырники в соусе, который на 100% идентичный по вкусу, как сгущенное молоко. Но вы представили уже себе, насколько это вкусно? Сырники настолько нежные, что их даже не нужно жевать, они просто тают во рту. А соус сведет с ума любого, особенно если вы любите сгущенку. Ну, очень вкусно! Приступаем! В миске у меня творог 500 граммов, домашний. Добавляю яйцо. Туда же добавляю 50 граммов сахара, или можно регулировать по вкусу. Ванилин. Либо можно заменить ванильным экстрактом 1 чайной ложкой. Или ванильным сахаром. Туда же добавляю 50 граммов манки и 50 граммов муки. Чем суше у вас творог, тем меньше муки и манки понадобится. Если творог у вас сухой, вы можете количество муки уменьшить на 10-20 граммов. Ориентируйтесь по самому тесту. Вот такая вот масса для сырника у меня получилась. И теперь оставлю миску при комнатной температуре на 15-20 минут, чтобы манка набухла. Забыла добавить, что в тесто вы также можете добавить щепотку соли. Мне дополнительно понадобится мука. Прошло 20 минут. Отщипываю кусочек теста, примерно вот столько. Или можете больше или меньше, в зависимости, какие сырники, какой размер сырника вы предпочитаете. Делаю плоскую лепешку и обваляю муке. Лишнюю муку необходимо встряхнуть. Из этого количества ингредиентов у меня получается 9 сырников. Ну и жарим сырники, как обычно, на разогретом растительном масле до золотистости с обеих сторон. Если ваши детки не кушают творог, то после этого рецепта, я вас уверяю, они 100% начнут его есть. Потому что эти сырники полюбит даже тот, кто не любит творог. Я вам обещаю. Приготовим соус. Для этого сливки у меня 35% 350 мл. Смешаю с 4 столовыми ложками сахара. Количество сливок можно уменьшить. Достаточно будет и 250 мл. Также можно регулировать и количество сахара. Готовые сырники кладу на сухую сковороду. Масла не нужно. Никакого ни сливочного, ни растительного. Сверху на сырники наливаю соус. И теперь необходимо довести все до кипения. И будем варить сырники на медленном огне примерно 5 минут. Во время готовки не забывайте сырники несколько раз переворачивать. 2-3 раза будет вполне достаточно. Для того, чтобы они хорошо пропитались соусом. Соус во время готовки немного уваривается. А когда он остывает, то по консистенции становится похожим на жидкую сгущенку. Вот такие вот сырнички у меня получились. Посмотрите, ребята, какие нежные. Ну прям нежные-нежные. Ножа для этих сырников точно не понадобится. Посмотрите. Обязательно попробуйте. И я уверена, этот рецепт вам 100% понравится. Он просто не может не понравиться. Ну очень вкусно. Надеюсь, что и видео вам понравилось. Ну а если это так, поддержите меня лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой новый детский канал. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео. Всем пока.